Слава Богу! Добрый день! Всех вас приветствую и благоставляю во имя Иисуса Христа, во имя Ишуа Машеха. Дорогие друзья, всех вас приветствую с поезда. Цикл дорожной беседы продолжается. В общем-то, я стараюсь, будучи в поездках, в самолете, в автобусе, в поезде, в электричке, в общем-то, на авто. Стараюсь делать такие, знаете, небольшие записи, особенно в поезде. Очень интересное время, когда можно между проповедями, между семинарами быть в дороге и проанализировать кое-что, вспомнить кое-что, и побеседовать с вами. Ответить на ваши вопросы также. Я еду сейчас из Николаева в Москву. Хороший вагон, в общем-то, слава Богу. Здесь, получается, этим поездом ехать сутки, и есть время, достаточно, много времени, чтобы и поработать здесь за компьютером, помолиться. значит, и вот статью сейчас доделываю, очередную статью свою, именно, как ответы на вопросы. Вот почему я затронул тему такой ответы на вопросы. И сказал, что отвечу на ваши вопросы. Потому как на семинарах подают, как правило, много записок. Я сам, в принципе, объявляю, что, так и так говорю, что если у вас есть вопросы какие-то ко мне, как, ну, к спикеру, как, так сказать, к священнослужителю, как к православному реформатору, пожалуйста, пишите. И многие люди интересуются православным реформаторским движением современным, многие интересуются мессианским служением, многие интересуются именно вот вообще реформацией христианства, тема реформации церкви как таковой в целом. Не только православной церкви, не только там какой-то отдельной деноминации, но и в целом всего мирового христианства. Потому что, как бы, желаем мы то или не желаем, но мы на самом деле очень зависимы друг от друга, христиане. И деноминационные наши вот эти барьеры, они, как бы, ощутимы, конечно, но, в принципе, по большому счету есть взаимное такое, как бы, влияние церквей и взаимно... Есть какие-то общие болезни христианские, эти проклятия, какие-то определенные проблемы, которые не только там, допустим, характерны для нас, православных, но и там для католиков, для протестантов, в принципе, общие христианские наши болезни. К примеру, тот же самый антисемитизм, там многие другие проблемы, которые уже, вот, в общем-то, чуть не с самого начала христианства тянутся. И, господа, дорогие братья, сестры, вот, будучи сейчас вот один в этом купе, имея возможность вновь записать программку, может быть, даже две-три программки, посмотрим, как, в общем-то, будет эта возможность, если никто не сядет по дороге сейчас, то, значит, возможно, сейчас не сезон, в общем-то, возможно, что будет свободно, и я смогу записать, в общем-то, сколько хочу, как раз эти программы, слава богу. Потом все это выложу в интернете, и, конечно, вот сейчас здесь очень слабенький интернет, сейчас в дороге, конечно, в поезде очень слабо ловит, у меня Киевстаровская такая флешечка, такая модемчик, и, значит, слабая связь, но вижу, что и сейчас, прямо сейчас, вот приходят письма, как бы, это сплошной поток, слава богу, это хорошо, потому что на основной странице здесь, вот на Майлеру уже почти 18 тысяч друзей, значит, и сотни священнослужителей разных деноминаций здесь у меня, и православные священники, значит, и протестантские служители, и некоторые католические священники. Я еду из Николаева, и, как уже говорил, об этом поездом, Николаев-Москва, так вот, в Николаеве был большой семинар, я думаю, многие из вас уже посмотрели записи, потому что, фактически, уже все записи, кроме последних этих, они уже есть в сети, по крайней мере, на страничке на Ютубе, и на моей странице, вот, Бишоп Журавлев, можете на Ютубе найти меня, таким образом, или вводите просто, то есть, архиепископ Сергей Журавлев, или архиепископ Сергей Журавлев, на английском, и попадаете на мою страничку, и, также, на странице, на Ютубе, есть страница церкви, которая меня приглашала сюда, в Николаев, это церковь Любовь Христова, и церковь Любовь Христова, в общем-то, такую связь, с миром, потому что, в интернете выкладываются, я вижу, проповеди, пастора Эдмунда, других пасторей, служителей, это хорошо, церковь мобильная, достаточно, дружная, собирались все вместе, в церкви, кстати, мне что понравилось в Николаеве, что, все-таки, христианские церкви, больше или меньше, но, именно, имеют такое, хорошее общение друг с другом, это очень правильно, это здорово, к сожалению, не так часто, особенно в России, не так часто, видишь, именно, такое, доброе общение, между, служителями, братства, братствами, как Максим Максимов, кто помнит, он говорил, именно, не о структуризации, а именно о братстве, и, когда я с ним общался на эту тему, был у него в Алма-Ате, он сказал, что, я, говорит, не верю в структурное единство, я верю в братство, братство, не в иерархичность церкви, не в иерархию, а в братство, это очень здорово, это классные слова, это классное понимание, это хорошо, что пастор, с таким опытом уже, и с таким авторитетом, имеет мужество, имеет смелость, имеет дерзновение, веру, вот так говорить, это очень хорошо, я думаю, что многие пасториан, и больших, и малых уровней, и как бы, и местные, локальные пасторы, и такие глобальные пасторы, апостольского служения, даже сегодня, больше или меньше, ну, проникнутся вот этим чувством, братства, и это очень хорошо, для, допустим, касательно темы реформации правоославной церкви, это, конечно, очень такая важная тема, потому как, именно братство, оно, ну, для нас, правоославных, как бы, немного забытая тема, я имею ввиду, что именно вот это разделение, уже многовековое разделение, которое существует, именно на, как бы, жрецов, духовенство, священство, и паству, прихожан, захожан, прохожан, парахиан, то есть, одним словом, на, как бы, священников, священников, и мирян, вот это деление, или же николаитство, как еще можно назвать это, потому что, в принципе, по Библии Скоуфилда, толкование Скоуфилда, и это классическая система толкования, уже как бы, образ толкования, и, извиняюсь, немного подстыл, эти дни здесь, в Николаеве, значит, сейчас уже на поправку, слава Богу, так вот, и, согласно многих других толкователей, разных динаминаций, служителей, именно, в общем-то, разделение на христиан, как бы, прихожан, и, значит, священство, духовенство, это есть как раз именно типичный пример николаиста, не каулаус, побеждаю простой народ, или господство над простым народом, и вот, к сожалению, вот такое господство, оно характерно, значит, для православной церкви, конечно, не только для нас православных, но и вообще в целом, и как епископ церкви, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, как православный обновленец, я, конечно, очень часто и в общениях с нашим духовенством, и вообще при встречах с служителями других динаминаций, церквей, допустим, паптисты, 50-ники, харизматы, очень много у меня друзей в разных динаминациях христианских, я подчеркиваю, что я тоже верю именно в братство, верю в то, что Господь, вот есть такой термин, очень хороший у христиан, многих динаминаций, именно всеобщее священство, понятие всеобщего священства, потому что Господь, действительно, Он изначально хотел видеть людей именно священниками своими, не просто, чтобы один, например, в Ветхом Завете, не просто, чтобы один Моисей зашел туда, на гору, да, было так сказано, можете прочесть, это вот, значит, 19-20 главы, главы книги Исход, там говорится, что Моисей должен был подняться туда, на гору, и никто не мог подняться, кроме него, но, дальше сказано было, что во время протяжного трубного звука, они могут все подняться на гору, все, все, кто был там, там масса людей, миллион, больше людей, они все могли подняться на гору, и мужчины, и женщины, старики, и дети, они все могли бы стать священниками Бога Всевышнего, но, к сожалению, когда грянул гром, как говорится, когда трубы, небесные эти шафары, ангелы, протрубили, и уже не просто прерывисто было, когда нельзя было заходить на гору, а именно протяжный трубный звук небесных шафаров раздался тогда, к сожалению, народ испугался, и, в общем-то, испугался впоследствии, и развернулся, и стал вдали. Только один Моисей был там, на горе. Но спустя много столетий, уже во второй главе книги Деяне, мы читаем, что дух святой Роаха Кадош, он сошел на первую церковь. Некоторые понимают богословы очень примитивно, упрощенно, что, мол, только на апостолов, ну, и еще иногда даже на иконах выгонописи православно рисуют, допустим, Марии, Матерь, Господа Иисуса Христа, 13 человек и того. Но это неправильно. На самом деле, это библейские безграмоты, а на самом деле Дух Святой сошел на всю церковь, и их было человек 120. 120 человек, это большая картина. Если рисовать картину сошествия Духа Святого, то это иллюстрирующее деяние апостолов, то это будет большое собрание, и там не только мужчины, там будут и женщины, не только Матерь Господа Иисуса Христа, там и были и другие женщины. И Дух Святой сошел на и мужчин, и женщин в равной степени, и на тех, кто был всегда с Иисусом, и на тех, кто потом уже пристал к Иисусу, на тех 12, и на других людей сошел Дух Святой. И, конечно, удивительно, что в Новом Завете есть такое чудо, описывается это великое чудо. И Церковь Иисуса Христа, Церковь Нового Завета, на самом деле, она является братством. И как епископ церкви, конечно, я мог бы быть диктатором, допустим, для своей структуры, как многие епископы, к сожалению, так поступают, но я решил не делать этого. И даже своим священникам я часто говорю так, что, знаете ли, братья, делайте, что хотите. Конечно же, кроме греха, безусловно, согласно Слову Божьему, молитесь, вникайте в себя, и в учения занимайтесь им постоянно, и делайте, любите Бога, и любите людей, и делайте, что хотите. На самом деле, это свобода, но это бремя свободы кажется слишком большим бременем для очень многих людей, к сожалению, и даже у нас в церкви. И многие недопонимают и думают, о, как бы, это, как бы, слишком большая свобода. Но многим из нас, наверное, служителям очень хочется, чтобы была такая жесткая структура и, как бы, однообразная форма служения, проведения, чтобы была вертикаль, выстроена, знаете ли, как вот, некая такая Единая Россия, что ли, как вот сейчас в России совершается, допустим, однопартийная такая, как бы, по сути, система правления и такие карманные другие там партии существующие в Госдуме. Но, значит, на самом-то деле Господь хочет и именно реальное братство, когда мы все братья, у нас один учитель, один наставник, это Христос, один отец, это наш небесный отец, Бог Святой, слава Иисусу Христу, друзья мои. И, конечно, вот в этом таком размышлении, в дорожной беседе я хотел бы помолиться о свободе, о свободе в жизни христианина, о свободе в жизни верующего человека. Как православный обновленческий священнослужитель я это очень остро понимаю, потому как сегодня в разных деноминациях есть разные, как бы, которые надо решать рано или поздно. И тот же, тот же самое николаитство не только у нас православных проблем является, но и в других деноминациях, и протестантские церкви, многие, по сути, как бы, особенно молодые, допустим, церкви харизматические, где жесткая пастырская, допустим, форма правления, жесткая вертикаль власти, сильная структуризация церкви, мы замечаем, то это тоже, как бы, пусть не такое еще и развитое, но это николаитство, будем договорить. В принципе, в православии у нас начиналось все именно с таких вот, как бы, отдельных проявлений, отдельных диатрепов, которые потом, со временем, в общем-то, практика николаистства, дела николаистства, согласно книге Откровений, они однажды стали уже учением николаитов. И если вначале это было деянием, как бы, отдельных лиц, произволом, как бы, церковным отдельных служителей, то со временем, со времен Константина Великого и, ну, особенно Юстиниана, наверное, и Феодоры в середине VI столетия, это стало уже доктриной некой такой церкви. И когда иерархичность церкви была очень ярко выражена. Наверное, падшей природе человеческой очень, как бы, выгодно прятаться за вот такую ширму иерархичности. Это не только, как бы, проблема, значит, вот, как бы, иерархии, пастыри, как бы, да, лидеров, это проблема паствы, это проблема, как бы, самих людей. Потому как падшей натуре человеческой проще видеть кого-то между Богом и нами, людьми, вот, тех, кто, как бы, туда идет, к Богу, ну, вот, как Моисей, и как, допустим, кто-то вышел вперед, молится, все, мы пришли к пастыру, пастыр за нас все решает, как бы, значит, думает за нас умчасть и совесть нашей эпохи, все, и, как бы, крушение очень больших структур протестантских на наших глазах, это яркая иллюстрация, именно, пагубности такой системы. А в случае гонений, которые, в общем-то, неизбежны, сейчас, в нынешних условиях уже, думаю, уже многие это понимают, христиане, иерархичность, то иерархичность, она, ну, играет злую шутку с христианами, потому что, как раз, церковь, построенная по образу и подобию мира сего, она этим миром очень хорошо контролируема, и давима, и уничтожаема. Но церковь построена на принципах имена Божьей власти, на принципах имена Божьего устройства церкви. Такая церковь, она действительно, ну, непобедима, потому что там нет, как бы, того человека ключевого, который, как бы, всем этим управляет. Там Дух Святой, там один Иисус Христос, который глава. И, а иначе, на самом деле, если пирамида выстроена, если вертикаль выстроена, то поражу пастора, и рассеяться овцы. Но наш пастор был поражен, и рассеялись овцы. Да, Иисус Христос был поражен, и рассеялись овцы тогда. Но потом он воскрес из мертвых, слава Богу. И он не умирает. И он недосягаем ни для одного врага. Он победитель ада и смерти. Он царь царей, Господь господствующих. И ему вся слава. И когда, действительно, власть Иисуса, не номинальная, а реальная власть Иисуса в церкви, тогда, действительно, враг трепещет. Врата ада трепещут. Буквально. Они трепещут ни наших толстых кошельков, ни наших больших зрелищных программ, ни социальной работы, ни служения исцеления, ни служения помазания, ничего-то еще другого. Врата ада трепещут, когда реальный Иисус Господь. Когда Иисус царь. И это великая миссия. Слава Богу. Друзья мои, я предлагаю помолиться и пасторам, и посолам, и священникам, и прихожанам, православным, протестантам. Не важно, в какой вы динаминации. Осознайте себя. Если вы христианин, осознайте себя священником Бога Всевышнего. Ты скажешь, я женщина. Или я просто захожанин храма. Или скажешь, я вот только недавно пришел к Богу, к вере, мне нужно еще многому научиться. Осознай, что ты не просто христианин, как бы пешка. И ты не просто часть какой-то системы, винтик, механизмы какого-то религиозной структуры. Но ты священник Бога Всевышнего. Ты пред Богом. У нас один первосвященник Иисус Христос. А все мы священники, все мы братья. Слава Иисусу Христу. Я часто в последнее время проповедую Неврясе, с крестом по ноге на грудь. Кстати, сегодня я, Магин Давид, звезда Давида, я просто собираюсь еще говорить и о проблеме антисемитизма. Это чего греха таится. В общем, такая проблема не из простых и не только для нас, православных, но и вообще для христиан, ну, скажу так, наверное, практически всех динаминаций. Но, конечно, в общем-то, православная церковь, на мой взгляд, в целом является самой антисемитской такой структурой, к сожалению. И поэтому борьба с антисемитизмом для нашей именно обновленческой церкви православной, для украинской реформаторской православной церкви, для православных харизматов, можно так сказать, реформаторов, обновленцев, это очень, ну, первоочередная задача. В общем-то, именно на волне вот этого протеста против антисемитизма и молитвы за искоренение антисемитизма родилась наша церковь в Киеве. Значит, это было так, да, в конце 2000-го года именно с протестов против антисемитизма как раз именно и с молитвы за искоренение антисемитизма, с покаянием в антисемитизме, именно моего личного покаяния, как священнослужителя, И, знаете ли, начиналась наша церковь, рождалась наша церковь, слава Богу. И до сих пор, скажу так, это одна из основных миссий вообще, направлений нашей церкви. Ну что, друзья, а почему я часто сейчас и безряз, и вот в своей любимой шляпе, чтобы тоже как бы рушились некоторые стереотипы представления о служении. Кстати, у меня есть мечта начинать и ковбойскую церковь, ковбой, чёрч. Есть русская ковбойская церковь, насколько я знаю, она пока одна в Петербурге, но почему бы не начать и другие ковбойские церкви в стиле кантри. Знаете, если вы любите кантри-музыку, если вы вот как бы видите себя таким вестерн-попом, служителем, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. И, в общем-то, это очень классно. И в Киев самом тоже, я думаю, в этом есть что-то определённое. Пусть церкви будут различными. И в нашей архипископии, думаю, будет место для очень разных церквей. У нас есть мессианская церковь уже, и мессианский комитет есть. Почему бы и не, значит, ковбойскую церковь. Православные ковбои выбирают Иисуса. Аминь. Да, и, друзья, ну помолимся именно в этом направлении. Возвращение понимания всеобщего священства. Возвращение понимания именно себя как священника. Видение себя как священника. Я молюсь без рясы, чтобы ты не подумал, что только лишь в рясе человек является священником Бога Всевышнего. Что именно с крестом на груди, с панагии. Я без панагии, без креста. Сегодня вот именно только с магией Давид. Хотя тоже это как бы символика такая определенная, религиозная. Но дело даже не в том. Еврей ты или украинец, русский, белорус, африканец, американец. Я не знаю, кто ты, но я знаю Бога, который очень любит всех нас. Который отдал своего Сына за нас. Который хочет видеть братство на этой земле. И хочет разрушить наши стереотипы, наши представления и о нем, и друг о друге, и о самих себе. Хочет, чтобы нас узнавали, потому что мы имеем любовь между собой. Это очень классно, точно здорово. И не важно, ты богатый человек или бедный, раб или свободный. Ты просто рабочий или ты работодатель. Ты миллиардер или ты нищий сейчас финансовый человек. Намели вообще. Ты мужчина или женщина. Образованный или невежда. Кем бы то ни был. Призови имя Господа Иисуса Христа. И с благодарностью в сердце поблагодари Его. На самом деле скажи Ему слова любви. Если ты ни разу не молился еще, молитвы покаяния, то я призываю сейчас помолиться этой молитвой. Даже прежде чем помолимся братстве, наверное, хорошо бы помолиться молитвой покаяния. Потому что эти программы, даже порой такие дорожные беседы, не только церковные люди смотрят. Да, и порой и не церковные, и около церковные люди. Всякие. Если вы как раз именно около церковного человека, если вы невоцерковленный, как говорится, человек. Если вы человек, который еще в поиске Бога, и сегодня хотели бы примириться с Ним, то добро пожаловать в семью Божию. Добро пожаловать в Царство Небесное. Вы можете прямо сейчас помолиться молитвой покаяния. И перейти из тьмы к свету. Из проклятия в благословение. От дьявола к Богу. Из смерти в жизнь. На Пасху, на Пасху. И все эти дни пасхальные. По календарю православной церкви сейчас Пасха идет. Сегодня 16 апреля 19-го года. И поется песнопение. Христос воскрес из мертвых. Ну, знаете, да? Христос воскрес из мертвых. Смертью смерть поправ. Исущим во гробах жизнь даровав. И если вы понимаете, что есть гроб определенный в вашей жизни. И вы понимаете, что есть Бог. И вы верите, что Бог есть. И Он любит вас. Знайте, что Он очень любит вас. Он отдал Сына Своего Иисуса Христа за вас. На распятие, на голгофу. Чтобы вы не погибли, но имели жизнь вечную. Призовите имя Господа Иисуса Христа. И будете спасены. Призовите имя Господа Иисуса. Осознайте, что Иисус умер лично за вас. Это очень важно. Это спасет вас. Влюбитесь в Него просто. Ответьте своей любовью на Его бескорыстную любовь, и эта любовь спасет вас. Будьте уверены, потому что кто не любит Господа Иисуса Христа, у того большие проблемы, тот пананфемы, тот находится под проклятием. Но кто любит Иисуса, у того великая жизнь, у того великое благословение, у того есть будущность и надежда, слава Богу. Можете помолиться своими словами, можете повторить за мной такие слова. Главное от всего сердца скажите, Бог, прости меня, пожалуйста. Скажите, Иисус Христос, я верю, Ты умер за меня, за мои грехи. Иисус Христос, Ты пролил Свою кровь за меня. Иисус, Ты Господь, Ты мой Царь, Ты мой Спаситель, и ни в коем другом для меня нет спасения. Войди в мое сердце, живи во мне, мой Спаситель, мой Господь. Благодарю Тебя за кровь святую, которая омывает меня от всякого греха. Благодарю за воскресение Твое из мертвых, благодарю Тебя за победу Твою. Вся слава Тебе, Божий мой. И Духом Святым Твоим наполни меня, да будет Господь воля Твоя в моей жизни. Аминь. И вы помолитесь, поблагодарите Бога, скажите Ему спасибо от всего сердца за прощение грехов. Примите это Божье прощение. И также помолитесь сейчас, дорогие друзья, со мной в такой молитве, пожалуйста, скажите, Бог, я благодарю Тебя, что я спасен. Я благодарю Тебя за жизнь вечную, за искупление в Иисусе Христе, за то, что я являюсь священником Бога Всевышнего, Твоим священником. Спасибо Тебе, Господь. И я войду во святое святых сейчас через кровь святую Агнца Божьего к престолу благодати, к Тебе, мой Отец. Благодарю Тебя. И люди, любящие Тебя, они мои братья, они мои сестры, люди, служащие Тебе, люди, на самом деле, в чьих сердцах Ты живешь, они, Господь, мои братья, разных цветов кожи, разных национальностей, разных культур, разного образования, пола, традиций, но это мои люди, это моя семья. Потому что Ты наш Отец, а мы дети Твои все. Спасибо. Аминь. Дорогие друзья, будьте благословены, счастливы. Пусть Бог благословит Вас. До встречи. И я думаю, что цикл дорожных бесед я буду продолжать и дальше снимать. И в этой поездке тоже, надеюсь, еще увидеться с Вами в этой программе. Пусть Бог благословит Вас. До встречи. Мир Вам. Шалом. И Иисус Господь. Запомните. Самое главное. Иисус Царь. Иисус Господь. Аминь.